1418 дней, 34 тысячи и 32 часа. От Москвы до Берлина 1600 километров, это если считать по прямой. Самолетом почти 4 часа, на поезде несколько суток, а ползком по-пластунски 4 долгих года. Ярославль за эти годы подвергался бомбежкам. Отсюда уходили на фронт, сюда привозили раненых, эвакуированных. Итак, Ярославль в годы Великой Отечественной. Кругом только и слышалась война, война, война. Это воспоминания нашего земляка Семена Бройда о 20-х числах июня 41-го. Все для фронта, все для победы. Именно этот плакат воодушевлял ярославских мальчишек, детей войны после уроков ходить по дворам, сараем и квартирам. Собирали металлолом, они знали, из него делают снаряды и пушки для армии. В Ярославле наступает первая военная осень. Никто не капризничает, не жалуется на холод, голод и усталость. Все для фронта, все для победы. На Красной площади нашего города тогда установят сбитый немецкий самолет. А в первых числах октября немцы начнут бомбить Ярославль и днем и ночью. Бомбили стратегический мост через Волгу, заводы и жилые кварталы. Однажды бомба попала в цирк на площади труда и убила слона. В это время немцы с одной стороны уже под Москвой, а с другой в 50 километрах от Ярославской области. На фронт уходят все. Вот здесь сейчас мы увидим Константина Лисицына. Это актер театра Волкова. Потом он станет героем Советского Союза. А вот это Софья Аверичева. Свою главную роль она сыграла там, на поле боя. После чего напишет книгу «Дневник разведчицы». Она прожила до 100 лет. В день векового юбилея говорила, доживу до Дня Победы и уйду. Так и случилось 10 мая 2015-го. С 41-го по 45-й Ярославль становится одним из важнейших индустриальных центров страны. Здесь выпускают военную продукцию, совершают трудовые подвиги, работает целая сеть эвакуационных госпиталей. На фронт уйдут 600 тысяч жителей Ярославской области. Около 200 тысяч не вернутся. Итак, продолжаем. Министерство обороны рассекретило уникальные архивные документы. Это свидетельство советских военачальников, очевидцев событий начала Великой Отечественной. На сайте ведомства теперь есть специальный раздел, посвященный первым дням войны. Всего опубликовано более 100 страниц. Уникальные документы Центрального архива ранее никогда не видели свет. И они содержат отчеты командующих войсками Управления Генерального штаба Советской Армии о готовности оборонять государственную границу. Также многие военачальники поделились уникальными воспоминаниями о первом бое с немецко-фашистскими войсками.